В Хасавьурте с началом учебного года активно развернута работа межведомственной лекторской группы, созданной антитеррористической комиссией муниципального образования город Хасавьур. Согласно плану мероприятий, в течение намеченного периода планируется охватить все общие и среднеспециальные образовательные учреждения города. В Республиканском педагогическом колледже со студентами первых-вторых курсов лекторская группа в составе представителей администрации муниципального образования город Хасавьур, отдела просвещения и сотрудниками Министерства внутренних дел по Республике Дагестан провели беседу с присутствующими на тему экстремизма и терроризма среди молодежи. Не сильно вас требуют специалисты, специалисты, которые знают свою работу, свое дело. Я бы хотел с вас попросить, чтобы вы занимались и учились, чтобы завтра вам не было стыдно, когда вы пойдете на работу, и когда у вас просят элементарное что-то, вы не могли сказать или ответить, как нужно это делать. Тот же самый урок, обычный, простой, как его проводить. Если вы себя любите уважать, вы не будете делать того, чего не нужно. С 17 по 21 октября в межведомственной комиссии были проведены встречи в филиале Дагестанского государственного университета, Республиканском аграрно-инженерном колледже, Республиканском колледже сферы услуг с общим охватом более 300 студентов. Кроме того, были проведены беседы с медицинским персоналом Республиканского перинатального центра, Центральной городской больницы и поликлиники. Мы должны сегодня стремиться для того, чтобы улучшить нашу обстановку, потому что это не выход, когда, как некоторые наши большие чиновники или бизнесмены, значит, где-то закупают себе недвижимость, всем нам отсюда не убежать. Говоря о важности планируемых мероприятий, в рамках проведения месячника одним из важных целей является улучшение патриотического воспитания в среде молодежи. Заместитель главы администрации муниципального образования города Хасавьёль Хайбула Умаров отметил, что такие беседы направлены на то, чтобы обратить внимание общественности проблемам, которые возможно лишить лишь общими усилиями, а большинство из них лучше предупредить, чем бороться с последствиями.